Друзья, очень часто случается так, что в один из прекрасных дней, подойдя к своему автомобилю, вы понимаете, что он далек от идеала. Поэтому с большой радостью мы хотим вам порекомендовать наших киевских друзей автомобильный центр Prime Auto Technique. Две составляющих успеха. Это колоссальный опыт и работа только с качественными материалами и оборудованием. Установка шумоизоляции, установка охранных и противоугонных систем, установка качественного автозвука и мультимедийных систем, инсталляция автосвета, начиная от оптики головного света и заканчивая светодиодами на приборной панели, компьютерная диагностика. Помимо всего этого парни дают обязательную гарантию на все свои выполненные услуги, а также установленное оборудование. Их сайт называется prime-technique.kiev.ua. Ссылки мы оставляем в описании. Ну а мы начинаем. Доброго времени суток, многоуважаемый коллектив. 1991 год. В это время немцы строили вот это, а японцы строили вот это. Однако на другой стороне океана, наплевав полностью на маркетинг, американцы строили и продавали вот это. Доброго времени суток, многоуважаемых коллектив. Это сервант на колесах, у которого под капотом находится двигатель объемом 4,9 литра. Это Cadillac седан Девиль, 1991 года, шестое поколение. Первый экземпляр шестого поколения сошел с конвейера в 1985 году. Мы, когда готовились к тест-драйву этого автомобиля, мы приблизительно понимали, о чем пойдет речь. Что речь пойдет о классическом американце, который где-то как-то рулится, который где-то как-то плохо тормозит. И вообще все эти люди, которые не любят американцев, они обычно их обвиняют за что? За то, что американец не управляется, за то, что американец не тормозит, за то, что американец не обладает никакими технологичными штуками. Кстати, об этом мы поговорим позже. Но то, в чем вы точно никогда не сможете обвинить американцев, в частности Девиль, это в том, что они не обладают стилем. Эта машина пропитана стилем. Она пропитана стилем на молекулярном уровне. Каждый болт, и каждая деталька, каждая ворсинка, все полностью пропитана очень классным классическим стилем. Например, подоконник. Это первый автомобиль в моей жизни, который я увидел с настоящим полноценным подоконником. Обратите внимание сюда. Это стальной подоконник, на котором вы при желании в теплое время года можете выращивать комнатные цветы. Или, к примеру, элементарный колпак, который стоит на колесе. У него есть полноценные спицы. Это не бутафори, это реальные спицы. Или, к примеру, дверная ручка с нормальной такой кнопкой, нажав на которую вы попадаете в салон Бивиля. Дальше, тот же самый порог, на котором прикручен стальными саморезами большой кусок металла, который и защищает этот порог. Все мы с вами знаем, что если речь идет об американском автомобиле, то это обязательно V8 под капотом, а также задний привод. Но, в случае с Дивилем, эта схема не проходит. Я вам объясню, почему. Да, здесь под капотом стоит V8, но этот V8 установлен перпендикулярно кузову. А почему? Да потому что, начиная с шестого поколения, Бивили переднеприводные. Все как не у людей. Абсолютно другая философия. Абсолютно другая школа построения автомобиля. Он принципиально отличается от всего того, что мы с вами привыкли видеть каждый день на дороге. Но то, что этот автомобиль доставляет приятные эмоции, в этом сомневаться не приходится. Пойдемте в салон. Салон Дивиля. Он также вас удивляет. И причем удивляет в хорошем смысле этого слова. Любая вещь в этом салоне постоянно поднимает вам настроение. Например, вы сели в салон, вам нужно закрыть за собой дверь. Обратите внимание на ручку дверей. Раз. Опа. И самое главное, дверь закрывается со специфическим звуком. О звуках немного позже. Вы сели на переднее сиденье, а точнее на передний диван. Что тут необычного? Да потому что я могу сесть вот так. Замки ремней безопасности. В обычной машине вы даже о них не думаете. Но только не в Дивиле. Обратите внимание, они выполнены из металла. На них красуется логотип Кадиллака. Но на этом безумство только начинает набирать обороты. К примеру, напольный коврик. По своим ощущениям, мне кажется, что это реально кусок персидского ковра, который тупо отрезали ножом и правильной формы. И положили сюда под ноги вам, счастливому обладателю Кадиллак Дивиля. И зафиксировали на нем логотип Кадиллака, который тоже выполнен из металла. Идем дальше. Каждый механизм, каждая кнопка, каждый тумблер в Дивиле оснащен специально разработанным звуком. То есть, какую бы манипуляцию вы не произвели, Кадиллак Дивиль доложит вам об этом. О успешном выполнении той или иной команды с помощью правильно разработанного звука. К примеру, центральный замок. Есть звук. К примеру, включение противотуманок. Щетка зафиксирована звук. Или подсветка салона. Или кнопка включения круиз-контроля. Все те вещи, которые хромированы, они реально выполнены из металла. Это никакой не пластик, который скрывается под слоем декоративного хрома. Это реально стальные вещи. Все кнопки, все переключатели, все ручки, дырючки, абсолютно все выполнено из металла. Когда вы открываете бардачок, кстати, он не очень вместителен, но здесь находятся две кнопки. Одна кнопка это открытие багажника, вторая кнопка это открытие бензобака. На каждой дверной карте находится блок регулировок посадочного места. Когда вы начинаете регулировать свое посадочное место, то вы четко своим телом ощущаете, что вы регулируете не сидение, а половину дивана. А теперь давайте заглянем в пепельницу. Сразу бросается ощущение, что вы вытянули пол торпеды, которая, кстати, тоже выполнена из металла. Да что там говорить о пепельнице? Даже регулировка дефлектора обдува, вот эта вот манипусенькая ручка, она тоже выполнена из металла. Проанализировав все вышесказанное, создается такое впечатление, что в General Motors любой человек, который хотя бы начинал заикаться о каком-то маркетинговом трюке, был моментально предан какой-то жестокой казни. Сидя в девиле, ты понимаешь, как нужно строить автомобили. Кстати, куда вы не посмотрите, везде вы сможете увидеть логотип Кадиллака. Он здесь находится везде, потому что именно глядя на него, у вас просыпается чувство гордости, что вы обладаете автомобилем, который сделан этой компанией. И это чувство гордости неподдельное, оно реально такое есть. Пойдемте в другое место, я вам тоже кое-что интересное покажу. Те, кто часто бывал на приемах у высокопоставленных чиновников, обращали внимание, что у каждого из них в кабинете есть специальная комната для отдыха и релаксации. Так вот, девиль не исключение, мы сейчас находимся именно в такой комнате. Это задний ряд сидений. Здесь вы, конечно же, не найдете массажа или раздельного климат-контроля, но ощущение комфорта, ощущение добротной, качественной сборки вас не покидает. Те же самые пресловутые звуки можно извлечь из светильника, который освещает задний ряд сидений. В очередной раз я вам не открою ничего нового, когда скажу, что американцы очень сильно заботятся о тех людях, которые слабо соображают. Именно поэтому вы можете найти на инструкции к микроволновой печи такое предостережение, не сушить домашних животных. Так вот, девиль тоже не исключение. На всех кнопках вы можете найти какие-то надписи. К примеру, кнопка управления стеклоподъемником. Здесь написано, что это window, а также, что одна часть кнопки подымает окно, а другая часть кнопки его опускает. Также такие надписи есть на кнопке центрального замка и вообще по всей машине все абсолютно четко и понятно подписано. Пепельница для задних пассажиров также выполнена из металла и в каждой пепельнице имеется свой персональный прикуриватель. Багажник. В обычной машине это тоже не вызывает никакого интереса, но только не в девиле. Багажник можно открыть двумя способами. Первый способ это кнопка в бардачке, о которой мы уже говорили. Второй способ это вот такой вот ключик. Берем замок, убираем в сторону. Опять-таки специальный звук. И багажник подымается. Но 1985 год. Дата, когда первый девиль шестого поколения сошел с конвейера. Багажник хлопать не нужно. Мы его просто опускаем и доводчик дальше решает за вас все вопросы. Ну и наконец-то мы будем ехать. Однако сначала пару слов, почему сервант. Когда вы садитесь в машину за рабочее место водителя, перед вами, перед вашими глазами предстает вот такая вот картина. Она реально, действительно напоминает тяжеленный, старый, проверенный временем сервант. И самое страшное, что могло случиться в вашей жизни, это когда ваша бабушка просила вас его отодвинуть для того, чтобы убрать за ним пыль. Для того, чтобы поехать, нужно сделать следующее. Берем ключик. Это не ключ, это ключик. Вставляем в замок зажигания. Проворачиваем. И тут все оживает. Приборная панель достойна того, чтобы о ней поговорить отдельно. Это цифровая приборная панель. Здесь нет стрелки, спидометра, здесь нет тахометра, вообще, в принципе, его нет. Здесь вам все показывают в понятных цифрах. Например, Fuel Data Center показывает вам расход топлива. Уже 20,4. Сколько у вас топлива в баке? Здесь нет стрелки. Но зато на понятном языке вам написано, что у вас в баке осталось 56 литров топлива. Если нажать специальную кнопку, которая переключает километры и мили, то вы можете определить, что у вас в баке 14 галлонов топлива. И расход уже составляет 11,5 миль на галлон средний. Климат-контроль. Режим Фаренгейта и режим градуса Цельсия. Для того, чтобы человек, который не сильно хорошо разбирается в автомобилях, мог определить, как ему настроить этот климат-контроль, здесь написано. Холоднее и теплее. А еще можно узнать, сколько градусов снаружи. Плюс 7. Что будет соответствовать 45 градусов Фаренгейта. Едем. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Конечно же здесь автоматическая коробка передач Потому что американцы не признают механическую коробку передач Они просто не понимают как ей пользоваться и зачем она нужна И начиная с 1949 года там уже устанавливалась автоматическая коробка передач А в 1959 году уже появилась отдельная модель, которая называлась Deville И мы сейчас едем на шестом поколении этой модели К слову их всего было 8 и закончился выпуск Deville в 2005 году О технологичности американских автомобилей Есть много любителей потроллить американский автопром за нетехнологичность За то что там все допотопное и вообще к технологии не имеет никакого отношения Так вот любителям автоматической трансмиссии И тем людям которые называют шутливо механическую коробку передач Палкой-мешалкой спешим доложите, что именно американцы еще в довоенное время Изобрели автоматическую коробку передач в том виде, в котором вы сейчас привыкли ей пользоваться И компания эта называлась General Motors General Motors И поэтому ничего удивительного нет в том, что на Кадиллаке только автоматическая коробка передач Как чувствуется этот автомобиль в ходу? Ну во-первых он раскачивается на всех неровностях дороги У меня было такое ощущение, что здесь вышли из строя амортизаторы Однако амортизаторы здесь новые И машина была задумана, чтобы ехать именно вот так Рулевое колесо здесь выполняет номинальную функцию Вы не можете выпустить автомобиль без рулевого колеса Поэтому вот вам рулевое колесо Но какое-либо движение этим колесом Не приводит к слишком яркой реакции автомобиля На ваши попытки изменить его курс Но зато очень четко тестирует возможности вашего вестибулярного аппарата Особенно возможности вестибулярного аппарата Человека, который сидит где-то рядом с вами и смотрит в телефон То же самое касается педали тормоза Она здесь тоже выполняет чисто номинальную функцию Потому что вы не можете выпустить автомобиль без тормозов Точнее без тормозов вы можете выпустить автомобиль Но без педали тормоза вы точно не можете его выпустить Поэтому здесь есть педаль тормоза Однако нажатие на нее не приводит никакой реакции автомобиля Вы нажимаете на тормоз Продолжаем движение Мы сейчас едем по трассе В кавычках даже можно сказать Воспользуемся функцией круиз-контроля Щелк Круиз-контроль включен Сет Все работает Братан, поворот Поворот Жмута проводов, лежащие на переднем сидении Говорят о том, что пришло время наших стандартных замеров Кадиллак Девиль 1991 года выпуска 4,9 литра под капотом V-образная восьмерка И хотя я и не суеверный человек Но перед замерами я сделаю вот так вот Поехали друзья Меряем 0,100 Конечно же 0,200 мерить мы не будем И вы меня не заставите это сделать Меряем торможение со 100 км в час до 0 И 402 метра Меряем торможение со 100 км в час до 0 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В наших городах, там где большое количество машин, там где движение очень плотное, вам приходится постоянно работать рулем. Я думаю, эта машина будет чувствовать себя, мягко сказать, не очень комфортно. Во-первых, ее габариты, во-вторых, ее реакция на рулевое управление, а в-третьих, ее подвеска. Если вам придется вилять, то вас укачает буквально в первые три минуты. А вот когда вы попадете на вот тот американский автобан, который у каждого стоит перед глазами, вы все видели эту картинку, где пустыня, ровная дорога, абсолютно ровная, и на ней будет находиться вот такой вот аппарат. Вот там да. Конечно же, время влияет на любой автомобиль. И Cadillac Deville 91-го года выпуска не исключение. Однако, здесь влияние времени ощущается совсем в других пропорциях. Да, здесь есть технические проблемы, есть проблемы с вакуумом, есть проблемы со стартером. Автомобиль иногда не с первого раза заводится. Однако, если у вас что-то не получается с первого раза, вы сразу же вспоминаете фразу из одного старого доброго советского мультика. Пробег этой машины на настоящий момент 183 тысячи километров. И нужно сказать, что хозяин ее взял не сразу в таком состоянии. Он занимался этим автомобилем, она была не на ходу. Однако, приложив определенные усилия, в том числе финансовые, получилась вот такая вот штука. У меня есть один вопрос. Вот здесь вот на приборной панели я наблюдаю 4 отверстия, видимо, от держателя мобильного телефона. Кто тот человек, у которого поднялась рука, взять шуруповерт и прикрутить сюда мобильный телефон? Держать. Кто тот человек? Я не понимаю. Зеленая приборная панель, которая светится таким старым добрым ламповым цветом, как советский калькулятор, который, конечно же, работал от розетки. Многие из вас начнут, возможно, писать в комментариях, что вы поете дифирамбы этому старью непонятному. Но, ребята, если вы не садились за руль этой машины, а я, честно говоря, никогда не думал, что мне придется попасть за руль Кадиллака Девиль, но в силу специфики занятия автоблогингом так сложились обстоятельства. Так вот, пока вы не испытаете этих ощущений, вы просто ничего не поймете. Мы реально передаем вам наши чувства, наши эмоции, так как мы можем это делать. Мы вот с Денисом обсуждаем вопрос. Если бы у нас на кармане было свободные 10 тысяч долларов, а именно в такую сумму вам станет более-менее живой Кадиллак Девиль, мы вчера изучали вопрос рынка, их на продаже в Украине сейчас находится 8 штук, причем один из них это длиннючий лимузин, а второй это Катафалк. Вы такой видели в американских фильмах. Так вот, имея на кармане десятку, честно говоря, я бы не раздумывая потратил ее на эту тачку, как на машину выходного дня. Ну, это что-то с чем-то. Покатавшись два дня на Девилле, мы пришли к такому выводу, что эта машина категорически противопоказана тем людям, которые находятся на стадии полового созревания и постоянно кому-то что-то хотят доказать. Однако, если вы привыкли катиться не спеша по жизни и получать удовольствие от каждого момента, если вы цените классические вещи, в том числе автомобили, то Кадиллак Девиль станет неисчерпаемым источником вашего хорошего настроения и каждый год будет вас радовать все больше и больше. Для вас старалась команда Сумы Рейсинг Тим. Берегите себя, будьте внимательны за рулем. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»